В этом видео решил рассказать вам про все части серии игр Disciples на ПК. В наши дни найти стратегию без RPG элементов почти невозможно. Прокачка юнитов и командиров в том или ином виде стала для этих игр чуть ли не таким же обязательным элементом, как мини-карта и обведение рамочкой. Но так было далеко не всегда. Вплоть до конца 90-х годов прошлого века в большинстве стратегий прокачка юнитов ограничивалась изучением новых технологий, дававших плюсики к статам и новые боевые обилки. Одной из первых пошаговой стратегий, в которой появилась прокачка командиров, стала легендарная Heroes of Might and Magic, вышедшая в 1995 году. Именно с этой серией игр чаще всего сравнивают Disciples. И на первый взгляд у них действительно немало общего. Герой с отрядом бегает по фэнтезийным королевствам, убивает мобов и других героев, осаждает замки и одевается во все более модный шмот. Но если герои меча и магии все-таки были и остаются именно стратегией с РПГ составляющей, то Disciples удалось стать одним из первых полноценных гибридов, в котором стратегическая и ролевая составляющая были почти равноценны. Началась история Disciples в 1999 году, когда канадская студия Strategy First, известная до этого тактическим РПГ Jugged Alliance, выпустила первую игру серии. Услышав слово Disciples, большинство геймеров вспомнят в первую очередь о второй части. Это могло бы показаться странным, ведь все узнаваемые фишки серии появились в ней сразу же, а не добавлялись постепенно, как в тех же героях. Но если вспомнить, что в конце 90-х фэнтезийные стратежки выпускали все, кому не лень, а стратегия First на тот момент, кроме Jugged Alliance, не выпускала вообще никаких других игр, то все становится на свои места. Большинство крупных игровых изданий отнеслись к игре как к очередному проходнику, признанному срубить легких денег на модной теме. Поэтому не уделили ей достаточного внимания. Доходило до смешного, некоторые издания писали обзоры на эту игру по ее пресс-релизам, не поиграв в нее ни секунды. В лучшем случае писалось что-то вроде «вышел очередной клон героя». Все мог бы исправить грамотный маркетинг, но у GT Interactive Software, издавшую игру, были в то время другие проблемы. В начале года студия прошла через реструктуризацию и смену руководителя. А буквально через месяц после выхода Sacred Lands, компания была поглощена Infogrames Entertainment. История серии могла бы закончиться толком и не начавшись, но каким-то чудом обычные геймеры добрались до Sacred Lands и смогли заценить по-настоящему уникальный геймплей. Поле боя в игре совсем не было похоже на привычное для героев меча и магии, а больше напоминало классическое GRPG. Противники стояли друг напротив друга, в два ряда по три клетки в каждом. В каждую клетку помещался лишь один воин, особо крупные занимали целые две клетки. Юниты ближнего боя могли бить только тех юнитов, до которых дотягивались, тогда как стрелки и магии умели карать абсолютно любого врага, а некоторые даже всех сразу. Сами юниты после каждого боя получали опыт, а достигнув определенного уровня, могли превращаться в более продвинутых бойцов, в зависимости от построенных столиц и зданий. При этом цепочки апдейтов имели развилки и растягивались до пяти юнитов ветки. Столица у каждой расы на карте обычно находилась под защитой почти неубиваемого честным путем юнита. При этом в каждом сценарии были свои условия победы, а не банальное уничтожь всех героев и захвати все города противника. Были в игре и вспомогательные города, обычно нейтральные со старта. В них можно было подлечить своих бойцов или нанять новых. В игре было четыре расы, империя людей, легионы демонов, орды нежити и горные кланы, в рядах которых существовали невысокие гномы и огромные ледяные гиганты. Героев было по пять типов на каждую из фракций. Три основных и два вспомогательных. Основными классами у всех рас были мощный воин, рубивший врагов в рукопашину и имевший большое стартовое лидерство, от которого зависело количество доступных для отряда юнитов. Стрелок, который мог перемещаться по карте на небольшие расстояния. Маг, атака которого била по всем юнитам врага, а сам он мог использовать недоступные для других классов предметы. По мере развития героя прокачивали атаку, защиту и лидерство, а иногда получали уникальные резисты. Возможность юзать новые типы шмота и другие обилки. Два вспомогательных класса включали вора, который мог устраивать диверсии во вражеском тылу и воровать шмот. И поставщиков жезлов, уникальный для каждой расы класс, занимавшийся захватом территории. Выглядело это так, особый юнит подбегал к шахтам и ставил возле них жезл, вокруг которого начинал разрастаться уникальный для каждого из рас тип земли. Вокруг жезлов нежити земля превращалась в мрачные болота и высохшие леса. На землях людей колосились буйные травы, земли кланов покрывались пушистым снежком, а владения демонов превращались в типичные пейзажи ада с реками лавы и обгорелыми пнями. Все шахты, попавшие на принадлежавшую той или иной фракции землю, приносили доход только ей. Заклинания кастовались только на стратегической карте и только один раз за ход. А мана для них не генерировалась героем, а добывалась из шахт. Зато одним удачным спелом можно было снести до половины вражеских юнитов или даровать своим войскам полную неуязвимость к одной из стихий на ход. При этом, в отличие от большинства игр того времени, различия между расами не были чисто декоративными. Кроме совершенно разных по эффекту заклинаний, каждая из рас имела уникальные фишки юнитов. Войны смерти специализировались на парализации противников. Атаки скелетов, фантомов обезвиживали жертв. А третий уровень развития призраков мог парализовать всю вражескую пати разум. К тому же отряды Орд щеголяли получитерскими оборотнями, которые были абсолютно неуязвимы к любым физическим атакам и становились настоящим кошмаром для начинающих игроков. Не видевших смысл брать в отряд слабеньких на первых порах магов. Легионы дьяволов могли подвергать противников в ужас, принимать их облик или даже превращать мощных рыкцарей в безобидных бесят. Саппорты гномов накладывали на союзников мощные бафы, но освященники людей умели лечить и даже воспешать дружественных юнитов. Наконец, в большинстве сценариев не было никаких легальных способов получить свой отряд юнитов другой расы. Максимум, что можно было сделать, это нанять нейтральных наемников или получить по сюжету несколько юнитов неиграбельных рас. Таким образом, геймеры, которые все-таки попробовали тогда игру, получили абсолютно уникальный продукт со множеством свежих для игр тех времен идей. Дальше сработало сарафанное радио и в целом проект не принес убытков, что заложило почву для сиквела. Вторая часть и аддоны к ней, возвращение Голиана и восстание эльфов, считается лучшей во всей серии как среди критиков, так и среди геймеров. Во многом так вышло, во-первых, потому, что в отличие от первой части сиквел, сразу после выхода был обласкан вниманием игровой прессы и получил высочайшие оценки. А во-вторых, из-за более мрачного антуража и гораздо более закрученного, чем у первой части сюжета. И это при том, что с точки зрения изменений геймплея в темном пророчестве были минимальны. Юниты после превращения в самую мощную версию теперь все равно получали уровни и прокачивали статы. Бои стали трехмерными, к тому же в них стало возможным юзать зелье, магические шары и прочие расходники в бою. В остальном игра была такой же, как оригинал. Зато вместо набора фэнтезийных клише, которые были основой сюжета первой части, мы получили несколько эпических пересекающихся саг. Богиня смерти Мортис, которая в первой части мстила гном ему божеству за смерть мужа, теперь пытается вернуть супруга с того света. Гномы, потеряв небесного покровителя, пытаются остановить неминуемый после того события конец света. Демоны воплощают дух своего повелителя в теле имперского наследника. Офигевают, когда тот оказывается немного не тем, что ожидалось, и устраивают настоящую гражданскую войну в аду. Люди офигевают от того, что всеми любимый принц извергает фаерболы и светит красными глазами, а потом пытаются отбиться от прущих со всех сторон демонов скелетов и чего похуже. Под конец офигевает уже Мортис, когда воскресший муженек говорит что-то в духе «ты слишком худая и костлявая» и возглавляет нашествие эльфов на всех остальных. Вокруг всех них мечуются офигевшие от таких раскладов орки и признавшие в Мортис свою бывшую богиню русалки Скракены. Приключения эльфов, кстати, шли отдельным аддоном, благодаря чему к четырём расам оригинала чуть позже добавилась пятая. Благодаря такому запредельному гратусу эпичности и готичности, игре удалось выиграть конкуренцию с вышедшими в тот же год героями 4. Тем более, что Disciples сохранили верность традициям, тогда как новые герои вобрали в себя слишком много новомодных фишек и перестали походить сами на себя. Все аддоны, кстати, вышли в том же году, что и оригинал, а дальше стратегия First обанкротилась и права на серию попали в цепкие лапы российской компании Акела. Разработка третьей части началась в 2005 году. Дата релиза при этом переносилась несколько раз и в итоге Ренессанс вышел, когда уже почти никто не ждал. И ладно бы это был просто старый добрый Disciples в новой обёртке, но Акела зачем-то решила добавить в игру модные фишки. Напомню, это ровно то, что убило четвёртых героев. Например, в поле боя теперь покрывали модные гексы, по которым юниты могли носиться друг к другу. В итоге отлаженный во второй части до идеала баланс пошёл на свидание с Морфис, что мало кого обрадовало. К тому же, как водилось в 2009 году, игра была полна багов и недоработок. Последующие аддоны, ресурс Ректеон и Райн Карнатеон, добавляли в игру новый контент, но не смогли не воскресить интерес игроков, не реинкарнировать ту самую атмосферу. В итоге подразделение Акелы, отвечавшее за разработку серии, предсказуемо закрылось в 2010 году, чуть ли не сразу после выхода ресурс Ректеон. Часть сотрудников перешла в получившие права на игру Hex Studio, которая после этого прожила два года и тоже закрылась. А в 2014 году каким-то чудом вышла англоязычная версия последнего аддона, скачать которую можно в Steam. И наконец, спустя целых 12 лет, Калипсо Медиа, в сотрудничестве с компанией Frima Studio, в последнее время занимавшись преимущественными мобильными играми, анонсировали долгожданную Disciples Liberation. Игрокам ждут три масштабных сюжетных акта с более чем двумя сотнями заданий, раскиданных по всему Нивидару. Характерные для серии фракции, четыре класса героев и пять десятков юнитов, доступны для найма. А сражения будут проходить на классических гексагональных полях. По заявлениям разработчиков, в Liberation появится политическая система и исполинские боссы, к каждому из которых необходим уникальный подход. Проект получил официально русскую локализацию, а также мультиплеер для сетевых баталий между игроками. Релиз Disciples Liberation состоялся 18 ноября 2021 года. Игра вышла на ПК, PlayStation и Xbox Series X и S. Также игра доступна для скачивания в Steam. Серия игр Disciples яркой звездой вошла на рубеж тысячелетий, порадовав фанатов РПГ и пошаговых стратегий, проработанной игровой вселенной, уникальной механикой и неповторимой атмосферой. Несмотря на грустную историю Disciples 3, у нас остается надежда на достойное возрождение серии в лице Liberation. Тем более, что разработчики твердо намерены сохранить и осовременить новую концепцию в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!